Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Землетрясение в Карсе. Руины исторической бани и церкви были обнаружены в Мараше. Позиция Турции перед саммитом НАТО. Министр иностранных дел Иордании отдал дань памяти жертвам геноцида против армян. Жители провинции Алеппо получили гуманитарную помощь от Вооруженных сил России. Зерна пшеницы найдена в Бюракне 4500 лет. Армянские боевые искусства в Западной Армении и Кох. Два последовательных землетрясения произошло в 9 часов 7 минут по местному времени в провинции Карс, Западная Армения. Магнитуда землетрясения в провинции Сирогеммиш 4 балла. Эпицентр землетрясения находился в селе Пармагдери в Сирогамише. Известно, что землетрясение произошло на глубине около 7 километров. Второе землетрясение произошло в том же месте спустя 26 секунд. Жертв и разрушений нет. Пастух по имени Нихат в Ишиловском районе Маражской области за неделю до того, как он паскос, заметил мозаичный пол в месте под названием Тет-Джеиз. Вокруг мозаики, в виде кресты на стенах и некоторые узоры, Нихат сказал, наши старейшины сказали бы, что в этих местах жили христиане. Вероятно, это здание использовалось в качестве бани и церкви. В прошлом вода приносилась сюда глиняными трубами, которые сохранялись до сих пор. Я случайно обнаружил остатки этих мозаик, когда пас своих коз. Думаю, это основа церкви, добавил Нихат. Префект Ишилова, Озгур-де-Мир, также говорит, что мозаики и камни имеют историческую ценность. Местный житель утверждает, что между разрушенными стенами и камнями есть церковные кресты и различные другие символы. Предлагают сделать это место туристическим. В отношениях между союзниками начинается в Лондоне. Перед саммитом НАТО глава департамента по связям с общественностью Фахретин Алтун выступил с сообщением о том, что Турция остается жизненно важной частью Альянса. Было также объявлено, что Эрдоган и Путин встретятся снова в начале января, чтобы перенести С-400. В ходе саммита, который состоится 3-4 декабря, встретятся президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган и ряд других лидеров. На саммите будут обсуждаться планы безопасности для Турции, стран Балтии и Польши. Объявив, что Турция является важной частью НАТО, Алтун добавил, «Поскольку география Турции не изменилась, мы расширили и углубили нашу культурную географию от Балкана до Центральной Азии. Наша приверженность к географии, культуре и общей безопасности не изменится. Турция каждый год тратит на оборону больше, чем такие могущественные страны, как Франция и Германия». Исмаил Софи, член Совета при Президенте по безопасности и внешней политике, сказал, что Турция должна получить систему ПРО С-400 из России. Это не уменьшит обороноспособности НАТО, а укрепление НАТО, а в первую очередь за укрепление собственной противовоздушной обороны. Министр иностранных дел и Ордании Айман Хасафади, находившийся с официальным визитом в Армении, посетил мемориальный комплекс Тетернакаберта. Министр иностранных дел возложил венок к мемориалу жертвам геноцида против армян и почтил их память минутой молчания. Правительство Западной Армении выражает свою благодарность правительству и Ордании и желает укрепить узы дружбы и братства между двумя народами. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели раздачу гуманитарной помощи для нуждающихся жителей сирийской провинции Алеппо. Российские военнослужащие раздали более 500 гуманитарных наборов, в которые входят самые необходимые продукты. Как говорит офицер Адам Явлоев, гуманитарная помощь была выдана бедным людям, семьям погибших, военнослужащих и детям. В основном это были женщины и дети с прилегающей территорией. Они малоимущие и нуждаются в помощи. Такие акции мы силами Российской Федерации организуем каждые три дня на этой территории, рассказал офицер. Мешный житель Альмир Элматовши утверждает, что до военных действий люди здесь жили очень благополучно, о нищих не могло быть и речи. Во время раскопок была обнаружена пшеница, которой 4500 лет. Раскопки проводились группой из 158 человек во главе с директором музея Харберта Зиаколыныч. Среди множества находок ванского и византийского периода выделялись зерна пшеницы, найденные в корзине после отделения от почвы экспертами. В лаборатории выяснилось, что им 4500 лет. Остатки зерна, хранящиеся в сосудах железного и бронзового веков, были полностью обуглены. Армянский национальный стиль борьбы кох считается одной из древнейших форм борьбы. Многие путешественники, посещающие Армению, свидетельствуют о ее древности. Впервые персы узнали о кохе от общения с армянами. В средние века французский исследователь Генри Шарден также писал о кохе. Иллюстрации хош также можно увидеть на стенах средневекового армянского храма на острове Ахтамар 1915 года. Армянская борьба была известна в Древнем мире. Армянский король Тардат III на 265-й Олимпиаде стал олимпийским чемпионом по борьбе. В советское время кох начал исчезать. До 1988 года кохом занимались в сельской местности Армении. Сегодня мы пытаемся сохранить это древнее армянское боевое искусство. Существует два основных типа коха. Один известен как ларийский, а другой ширакский. Основное различие между двумя стилями заключается в правилах и наряде. Борцы ширакского коха носят только традиционные армянские штаны и могут держаться за ноги противника. В ларийском кохе носили традиционную экипировку и могли схватить за одежду противника. В древние времена кох проводился во время свадеб по одному бойцу с каждой стороны от жениха и невесты. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ишхана Цбар. Ишхана Цбар. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok